Добрый день, коллеги! Мы начинаем вебинар. Меня зовут Надежда Шикина. Я менеджер по развитию отраслевых решений компании 1S Bittrex и рада вас сегодня приветствовать на вебинаре, который посвящен веб-проектам для образовательных учреждений. Я благодарю вас, что в эти утренние часы последнего рабочего дня недели вы нашли время, чтобы уделить внимание решениям 1S Bittrex. В начале несколько организационных моментов. Вебинар записывается. После обработки видео записи и материалы вебинара будут доступны вам. Они придут в рассылке, а также будут опубликованы на нашем сайте. Вопросы вы можете задавать на вкладке «Questions». Традиционно мы отвечаем на вопросы в конце вебинара. Сегодня нам на вопросы будет помогать отвечать Евгений Мамаев, ведущий разработчик компании «Медиа-сервис», наша партнерская компания. Итак, начнем. Традиционно несколько слов о компании. Компания 1S Bittrex – это российский разработчик системы управления сайтами и корпоративными порталами на рынке с 2006 года. На сегодняшний момент у компании самая большая в мире партнерская сеть, более 10 тысяч партнеров. На платформе 1S Bittrex работает более 170 тысяч веб-проектов. Это подтверждает данные рейтинга 1S Bittrex среди платных тиражных систем управления контентом, Content Management Systems. И мы видим со слайда, что позиции платформы 1S Bittrex лидирующие. С помощью платформы 1S Bittrex можно создать интернет-проекты любого уровня. Это и сайты-визитки, и корпоративные порталы, интернет-магазины, новостные сообщества, и в том числе сайты-веб-проекты для образовательных организаций. Если раньше на вебинарах мы рассуждали о том, нужно создавать сайт или нет, то сейчас такой вопрос не стоит. Все, что мы ищем, будь то образовательные услуги, будь то товары, мы ищем через поисковую систему, через интернет. И поэтому стоит вопрос о том, каким должен быть сайт. Сайт – всего лишь дополнительный маркетинговый инструмент для решения конкретных бизнес-задач. А раз это инструмент маркетинговый, значит он должен быть эффективным. И мы вначале немножко просуждаем, что такое эффективный сайт, а потом мы познакомимся с готовыми решениями 1S Bittrex для образовательных организаций. И также в конце вебинара я расскажу про изменения лицензионной политики, которые нас ожидают в марте, и про планы новинок на 2016 год. Эффективный сайт решает конкретные задачи организации. Если это небольшая частная школа, у нее одни задачи. Есть ли это объединение из нескольких школ и детских садов, которые мы сейчас наблюдаем. Этот процесс в Москве уже закончился, и у нашей школы сейчас превратились в такие образовательные холдинги. Несколько школ, несколько детских садов, и образование уже делится на дошкольное, начальное и среднее. Эти же процессы сейчас продолжаются в регионах. Здесь стоят задачи создания единой базы по филиалам, и снижение нагрузок на административных работников, обеспечение хороших консультаций родителей и учеников, достаточно много больших и сложных задач. Но решая свои бизнес-задачи, мы в конечном итоге решаем проблемы пользователя. Вряд ли родителям и школьникам будет интересно, как мы снижаем нагрузку на наших секретарей и администраторов. Строим мы единую базу по филиалам, или ведем мы все в Excel или в бумажном виде. Это вряд ли интересует конечного пользователя. Родителям, ученикам важно получить быструю информацию о учреждении, о школе, колледже или вузе. Какое направление образовательное, с гуманитарным уклоном, математический уклон, какая жизнь, какие кружки, мероприятия, конкурсы, какие секции спортивные. И получить также при поступлении ответы на вопросы, куда обратиться, какие нужны документы. И желательно сэкономить время на решение организационных вопросов, чтобы не стоять в очередях, не дозваниваться по телефону, на который не всегда отвечают, или скачивать с сайта документы, которые потом при заполнении выясняются, что они уже немножко устарели. То есть все эти вещи, они важны. И как раз сейчас интернет-технологии нам очень помогают обеспечить комфортные условия для доступа к информации и сэкономить время на решение многих организационных вопросов. И мы немножко пойдем дальше рассуждать. Поняв свои бизнес-цели, они уникальны у каждой образовательной организации, мы еще и должны понять, кто наши пользователи. У образовательной организации всегда несколько целевых аудиторий. Это преподаватели, это родители и учащиеся, которые уже непосредственно являются нашими целевыми посетителями. И у этих двух больших групп совершенно разные задачи. Есть группа, те, кто поступает в школу или в ВУЗ. Соответственно, они должны ответить на такие вопросы, как куда пойти учиться, как выбрать ту или иную специальность, что нужно для поступления, какая стоимость, какие есть секции, кружки или мероприятия. То есть они в поиске, они ищут, и мы должны ответить на их вопросы. Есть вторая группа большая, это учащиеся и родители. Дети уже поступили в школу или институт. И мы проводили исследования при разработке новых версий, общались и с московскими региональными школами, с московскими региональными ВУЗами. И мы выяснили, что самая большая потребность у учащихся в расписании, в заданиях, посмотреть свои оценки, узнать и получить доступ к учебным материалам. И нам рассказывали тоже разные истории, когда студенты расписание скачивали в PDF-ке, потом друг друга отсылали фрагмент фотографий, было неудобно. На сайте найти его тоже было сложно. Но и вот со временем, когда уже они даже закончили институт, поменялся сайт, расписание стало в режиме онлайн, и очень сожалели студенты, что как жалко, когда они учились, а у них не было таких комфортных условий. Контроль успеваемости, электронные дневники, электронные журналы, личные кабинеты. Все это нужно, и это совершенно другие задачи, нежели у той группы, которые только хотят куда-то поступить. Ну и также еще одна большая задача – это учебные материалы. Важно их действительно разместить в удобном доступе, чтобы и студенты, и школьники, и родители понимали, какие материалы им нужны, где они их могут скачать, чтобы не искать по сайту. А бывает так, что документы публикуются в разных разделах. В одном опубликовали новую версию, в втором разделе забыли. В результате путаницы тоже никому неудобно. Вот и самое главное, что когда мы имеем несколько целевых групп, то все эти группы должны с главной страницы уходить в свои разделы. То есть главная страница – это не просто информация о всем, все, что происходит в институте, а должна быть информация, которая бьется на цели, на целевую аудиторию и дает просто точки входа, точки развода. Те, кто хочет поступить с главной страницы, должны просто кликнуть на какую-то кнопку или блок «Как поступить». Те, кто хочет найти расписание, они с главной уже должны попасть в расписание, пойти дальше его смотреть. Те, кто хочет узнать, какие кружки социальные, также должны понять, куда им идти с главной страницы. Вот пример главной страницы сайта МАИ – Московский авиационный институт. Это прекрасный университет сейчас, и всегда он был очень сильным. Готовят прекрасных специалистов. Сайт, может быть, просто не успели, потому что сейчас идет реформа, мы знаем, в ВУЗах. ВУЗы объединяют, объединяются кафедры, и просто не всегда успевают обновлять свои сайты ВУЗы. Мы видим, что с главной страницы, в принципе, можно найти информацию об институте, о специальностях. Вот, например, кружки и мероприятия в разделе «Образование» написано для школьников. А возникает вопрос, а где же мероприятия и кружки для студентов? Сразу тоже непонятно. Как найти расписание? Я вот пока расписание в данных разделах не нашла. То есть я уже с главной не попаду в расписание, мне нужно куда-то идти дальше на сайт, и там разбираться, где это можно найти. Также в направлениях специальности образовательной программы. Есть раздел «Образование», где есть пункт «Основная образовательная программа», есть раздел «Про институт», и там «Сведения о образовательной организации». Мы знаем, что это раздел, который требует Рособранадзор, тем не менее, два знаковых раздела, и тоже непонятно. Человек, который про это не знает, какой он пойдет, и как он дальше будет, тоже не совсем может быть удобно. И еще страничка, пример сайта, раздел для студента, и мы тоже здесь не видим расписание. Но этот сайт сейчас уже обновился. Это как раз из той истории, которую я рассказывала про студентов, которые долго искали расписание на своем сайте. И мы видим, что в разделе данного расписания нет. Поэтому не случайный заголовок на слайде «Чай в банке с какао с написью «Соль»» – это фраза из известного анекдота, когда муж на кухне хочет заварить себе чай, а жена в комнате смотрит телевизор. Муж спрашивает супругу, дорогая, я не могу найти чай. На что она ему отвечает «Дорогой, какой же ты недогадливый, чай в банке с какао в аптечке, чай в аптечке в банке с какао с написью «Соль». Вот, к сожалению, иногда наши проекты, интернет-проекты, сайты, бывают похожи на лабиринт, в котором сложно что-то найти, информации много. Много понятного пути для пользователя мы не создаем. На этот счет есть прекрасная книга Стива Круга «Не заставляйте меня думать», которая как раз рассказывает про интерфейсы, про удобную навигацию, про то, как построить логику взаимодействия интерфейсов с пользователем, как обозначить основные группы на сайте, как их выделить, на что сделать акцент. Просто рекомендую почитать, потому что когда вы будете свои проекты заказывать у подрядчиков, либо вы будете развивать проекты, просто будете уже понимать, на что стоит обратить внимание, что требуется у своих подрядчиков. Кроме удобных и понятных интерфейсов, мы понимаем, что сейчас технологии активно развиваются, и наступает эра различных интерактивных сервисов, мобильных приложений. То есть сайты постепенно, просто как набор нескольких страниц, они теряют свою ценность, они не исчезают, но все смещается в сторону сервисов. Поэтому, конечно, важно дать пользователям, студентам, ученикам, их родителям и интерактивное расписание, мобильные версии, мобильные приложения. Если это большое количество филиалов у образовательного учреждения, то, конечно, будет удобно показать их на интерактивной карте, а не простым списком, чтобы потом пользователь ушел на Яндекс.Карту, и не факт, что он потом вернется на данный сайт. И вот пример расписания, про которое мы уже немножко говорили. Это экселевский файл, то есть студент предлагает скачивать файл в экселе и потом разбираться в этом расписании. Разобраться можно, и действительно здесь проделан большой труд. В экселе это, в принципе, можно прочитать, и, возможно, это даже удобно и понятно. Но когда человек находится, например, в маршрутке, он подъезжает к институту, у него iPhone или Android, то есть мобильный телефон, вот такую вот табличку прочитать и смотреть, там будет крайне неудобно. Но даже если мы сделаем удобные интерфейсы, понятно, мы сделаем интерактивные сервисы, но мы будем наблюдать проблемы с производительностью сайта, то мы потеряем большое количество посетителей. Я думаю, что все сталкиваются с историями, когда друзья присылают ссылку на какой-то товар или услугу, вы открываете сайт, крутится колесико, загрузка при лоудере, или просто загрузилась шапка, но дальше ничего не происходит, соответственно, вы подождали минуту, вторую сайт закрыли, потом уйдете искать товар или услугу на другие ресурсы. И чего точно не должно быть, это сообщение о безопасности, потому что сайт атакован или взломан. То есть изначально при развитии проекта, либо при выборе платформы, вы должны ответить себе на очень большое количество вопросов. Сайт – это как дом, вот как построим, так и будем жить. То есть что мы обеспечим нашим пользователям, фактически то мы обеспечим себе для развития бизнеса, для развития проекта. Еще одна большая группа задач – это соответствует законодательству Российской Федерации. Есть федеральные законы, есть приказ Рособранадзора 785, есть методические рекомендации. Это стоит учитывать, потому что мы знаем, что приходит прокуратура, проверяет интернет-проекты, поэтому тоже обязаны это соблюсти. Ну и также в дополнение отмечу, что платформа 1S Bittrex у нас сертифицирована, имеет сертификат в стек РФ. Резюмируя, что такое эффективный сайт – это сайт, который обеспечивает удобный интерфейс и понятный контент, чтобы пользователю было комфортно, чтобы он быстро и легко смог найти ответы на свои вопросы. Сайт, который всегда доступен с любых устройств и обеспечивает высокую безопасность. И также сайт, который соответствует законодательству. И казалось бы, если мы все поняли о том, каким должен быть эффективный сайт, то есть платформа 1S Bittrex, на которой можно создать любой интернет-проект, то возникает вопрос, зачем же тогда готовить решение. Дело в том, что мы активно общаемся с нашими клиентами, и мы поняли в какой-то момент, что есть много типовых задач для образовательных организаций, и чтобы упростить быстрый запуск проекта, позволить обеспечить сэкономить ресурсы и затраты на создание сайта, школы или сайта вуза, мы создали готовое решение. Поскольку разработка сайта – это достаточно долгий процесс, нужно сначала описать все сценарии, создать прототипы, схемы экранов, взаимосвязь между экранами, адресовать дизайн, потом обеспечить разработку клиентской части, как называют фронт-энд-разработкой, разработку серверной части, все это собрать, протестировать, проверить безопасность и так далее. То есть достаточно длинный процесс. Поэтому есть два пути создания сайта – это сайт с нуля и готовое решение. Выбор зависит от конкретных условий проекта. Если это какой-то уникальный проект и брендовый, то, скорее всего, это будет уникальная разработка, когда есть бюджеты. Если бюджетов нет, ограничено время запыски, бывают ситуации, когда просто организации обращались к нам. Когда мы разрабатывали новую версию, к нам написал клиент, что им срочно нужна контрастная версия, потому что была проверка прокуратуры и не могли бы мы им отдать прям шаблон еще до выпуска решения, потому что сложная ситуация. Или клиенты, которые говорили, нам надо за неделю срочно развернуть, у нас ничего нет, непонятно какой сайт, сейчас придет проверка, мы должны что-то показать достойное. Либо есть действительно ограничения по бюджету, потому что разработка интерактивных сервисов, разработка расписания, адаптивного дизайна, мобильных версий, это достаточно тоже емкая разработка, и с помощью готовых решений можно сэкономить затраты. И сейчас мы как раз познакомимся с готовыми решениями. Я расскажу про основные возможности, а потом уже покажу, как они выглядят. Компания 1S Bittrex в линейку решений для образования входит сайт школы, сайт учебного заведения, внутренний портал учебного заведения, сайт конференции и сервис интерактивной карты объекта. Сегодня мы больше будем говорить про сайты, сайт школы, сайт учебного заведения, и в конце немножко тоже про портал мы поговорим. Осенью 2015 года, у нас в октябре, вышла новая версия сайта учебного заведения. Это новый шаблон с датимным дизайном и цветовыми схемами. Интерактивный сервис расписания, у нас сейчас заканчивается разработка, и карта филиалов. Версия для лиц с ограниченными физическими возможностями и структуры сайта в соответствии с приказом Рособорнадзора. Давайте посмотрим подробнее возможности решения. Мы сделали главную страницу, чтобы с одной стороны ее можно легко поменять дизайн, а с другой стороны мы сделали разводящие блоки для разных целевых групп. Большой баннерный блок можно заменить, если нужно поздравить с каким-то праздником, либо начинается приемная кампания, меняем баннер, пишем объявление, уже немножко изменяется внешний вид сайта. Далее под баннером мы видим разные блоки абитуриентам, студентам, посетникам. Соответственно, мы сюда вводим самые популярные сервисы, и наши целевые аудитории разные, каждая пойдет в свой раздел и сразу с главной страницы. То есть мы обеспечиваем минимальное количество переходов посетителя по сайту. Для абитуриентов что важно? Выбрать специальность, понятия, какие нужно сдать программы обучения, какие проходят, какая стоимость, сколько бюджетных мест, найти филиал на карте, может быть, ближайший к дому, и посмотреть подробную информацию о ВУЗе, какие есть мероприятия, кружки, проходит ли научная жизнь и так далее. Для выбора направления специальности мы предусмотрели фильтр и также показали основные характеристики. Есть карточка программы обучения, то есть все, чтобы действительно абитуриенту было понятно. В решение встроен модуль «Интерактивная карта объектов», и таким образом мы можем показать на карте все филиалы, детальную информацию, фотографию, приложить маршрут, можно группировать по категориям, показывать кампусы, например, и школы, которые сотрудничают с данным университетом, то есть различные сценарии использования возможны. Для студентов и преподавателей, что важно обеспечить, как мы уже говорили, это интерактивное расписание занятий, сессии, анонсы важных событий и доступность сайтов с любых устройств. Расписание, которое у нас в разработке, мы сделали фильтр по специальностям и по преподавателям. Бывает так, что нужно поймать преподавателя студентам с какими-то вопросами или с долгами, поэтому где посмотреть его расписание, нужно ли бежать на кафедру, там искать, а можно просто действительно зайти на сайт, отфильтровать по преподавателю, найти расписание. Мы в расписании подсказываем подсказку, какая идет неделя, четная, нечетная, сколько осталось до сессии. Поскольку в начале года студенты еще помнят, какая неделя четная, нечетная, это можно легко посчитать. К концу года это практически невозможно посчитать, это очень долго и сложно. Мы это подсказываем, мы сразу подсказываем номер аудитории, потому что его часто забывают, ну и дальше по датам, кто ведет, какие группы, сетку времени. И также мы показываем консультации, когда уже начинается сессия, сколько осталось дней до сессии, расписание экзаменов, то есть расписание будет переключаться в зависимости от периода. Кроме обеспечения контента для основных целевых аудиторий, мы должны помнить о том, что есть люди, у которых есть физические ограничения здоровья. И для них мы также должны создать те же условия и дать ту же информацию. Есть стандарт, есть российский ГОСТ, есть зарубежный ГОСТ, VCG. Сейчас как раз ГОСТ российский, который вышел, он базируется на зарубежном стандарте. Мы соблюли требования этих стандартов и позволяем управлять размером шрифта, различные цветовые и контрастные схемы использовать. Можно отключать изображение, перемещаться по меню навигации с помощью клавиатуры. Версия, реализована с помощью стилей, загружается мгновенно без перезагрузки страниц. Иногда встречаются проекты, где поддерживаются два шаблона, страница перезагружается. Это не очень рационально, особенно когда сайты имеют большое количество страниц, с поддержкой двух версий становится просто затратной. Черно-белая цветовая схема и черно-желтая. Для тех, кто имеет проблемы со зрением, более актуальна черно-желтая схема, почему мы ее включили во все наши отраслевые решения. Мы смотрели на зарубежный проект и общались даже с окулистами. Мы тоже замечаем, что зебра иногда красит полоски белой и желтым. Линии на ступеньках предупредительные тоже в желтый цвет, потому что у таких людей, кто страдает проблемой со зрением на желтый цвет, он более яркий и глаз на него лучше реагирует. Есть еще один раздел, это сведения образовательной организации. Есть методические указания, приказ Рособронадзора, что должен быть такой раздел, который должен содержать основные сведения о подчередителях, уставах, документах, образования, образовательные стандарты, педагогический состав. И в каждом из этих подразделов определенная структура, определенная организация данных. И кроме этого, эти данные должны быть размечены тегами, по которым потом ходит робот, Рособронадзор или Госмонитор, и проверяет. Мы все это реализовали в нашем решении. При создании, например, динамических разделов, то есть добавлении персоны, преподавателей или руководителей, автоматом создаются поля, и автоматом проставляются теги. Если это, например, документы, и нужно поменять ссылку, то мы также используем видимую область, включаемую область, где мы защищаем от стирания этих тегов контент-менеджера, просто контент-менеджер исправляет название файла или заменяет файл, а теги остаются. Есть еще один вопрос, который рассмотрен в методических указаниях, я сейчас немножко на нем тоже подробнее остановлюсь, потому что много вопросов. Это название урлов, то есть адресов страниц. Есть четкие рекомендации, правда, методически написано, что это все же рекомендации, но, как нам подсказывают клиенты, что все-таки стали требовать четкое выполнение названия адресов страниц. Мы в решении это сделать в обновлении клиентов не можем, потому что у них уже сайты в поисковой выдаче проиндексированы, они занимают определенные позиции, и также большинство из них эти сайты продвигают. Если мы просто автоматом, наша система, платформа 1SBitress очень гибкая, и там можно создать любые адреса, и человекопонятные, ЧПУ, как говорят, настроить можно все, что угодно, но просто так заменить адрес страницы нельзя. Нужно обязательно прописать 301 Redirect, то есть корректно переадресаться одной страницы на другой, чтобы передача произошла ссылочная масса, и поисковик также, чтобы понял, что просто заменился адрес страницы, и он не выпал из индекса. Поэтому мы оставляем это изменение на именно ваши индивидуальные проекты с помощью ваших технических специалистов. Если есть вопросы, вы не совсем поняли, как в административной панели сайта можно настроить адреса страниц, где и как прописывается 301 Redirect, мы готовы оказать консультацию, пожалуйста, обращайтесь к поддержке, я в конце вебинара покажу, где у нас на сайте можно задать вопрос. Но тем не менее, просто мы физически, как производители готового решения, автоматом не можем произвести данные изменения. Мы также общались с коллегами, которые сейчас разработали валидатор из Вишкаралы. Они говорят о том, что они тоже учитывают урлы и при валидации. Это не сложные настройки, у нас для этого все в платформе организовано, но это нужно сделать внимательно. Доступность с мобильных устройств. Это еще один тренд. Сегодня мы понимаем, что уже даже не просто все, что мы ищем, мы ищем через интернет, а все, что мы ищем, мы ищем с мобильных устройств. 2013 год был переломным годом по продаже мобильных устройств, когда смартфоны превысили продажи компьютеров и ноутбуков на это сейчас активно реагируют поисковые системы в частности в апреле прошлого года компания google заявила о том что она пессимизирует сайт в мобильной выдаче то есть это означает что если вашего сайта нет мобильной версии то он не будет показан в мобильной выдаче поисковых систем это же диалоги поддержки компании яндекс и другие поисковые системы есть на сайте google рекомендации для разработчиков есть обзорная статья и также есть сервис который можно проверить насколько сайт соответствует или не соответствует и есть рекомендации на сервисе что соответствует что стоит улучшить не всегда правда там тоже поскольку это автоматический сервис нужно конечно разбирать все рекомендации техническим специалистам бывает что какие-то избыточные бывают рекомендации связаны с организацией файловой системы или еще с каким-то техническим моментом то здесь тоже нужно быть внимательным но обязательно учесть и адаптировать сайты нужно и вот так у нас выглядит уже главная страница мы недавно видели основной баннерный блок также выбор программы узнать расписание все те же заходы целевых групп но уже с мобильного устройства и подводя итог что из себя представляет готовые решения сайт учебного заведения это готовая структура дизайна демоконтент соответствии с законодательством доступность любых устройств и простое управление сайтом я в конце вебинара также покажу где можно посмотреть курсы по нашей платформе сайт школы версия 3.0 тоже вышла в октябре 2015 года и аналогичные изменения готовая структура демоконтент соответствии с требованиям законодательства электронный журнал и дневник новая версия у нас разработки и сайт школы у нас теперь полностью модуль для маркетплейса произошли изменения и в лицензионной политики также главные страницы также мы даем главный баннерный блок и сайт адаптирован для мобильных устройств строен модуль интерактивная карта объектов есть версия для лиц физическими ограничениями здоровья то есть по образу и подобию мы видим что паттерны похожи этих сайтов и действительно так и делали чтобы простить и разработку и поддержку и быстрее выпустить новые версии также разные цветовые схемы и раздел сведения образовательной организации с той же логикой с микроразметкой с основной структурой методически если каких-то таблиц а может быть каких-то таблиц и просто не ушли просто физически у институтов у школ очень разные специализации если это медицинский университет это одни программы и там материально-техническая база 1 если это институт там электроники автоматики совершенно другие направления поэтому какие-то мы может быть небольшие таблички нас не попали но у нас все стили есть все настройки есть то есть добавить совсем что то есть не достает то это принципе не составит труда и также есть какие-то вопросы обращайтесь какие же сервисы важны у нас для учеников вернемся к школе и первый сервис который сейчас становится самым популярным это электронный дневник в москве и в других крупных городах уже это обязательный сервис в некоторых регионах только начинаются процессы по внедрению таких систем мы знаем что оценивать поведение сейчас по нормативным правилам нельзя но просят родители просят учителя хотя бы в виде смайлы ков поставить поведение и самим детям тоже интересно соревноваться и в конце года получать или в конце четверти что он действительно был хорошим учеником и как то это повышает и ответственность ученика с другой стороны он соревноваться с другими детьми и тоже может влиять положительно на учебный процесс важно обеспечить также онлайн доступ к учебным материалам и еще одна большая потребность это онлайн часть учителя для учителей что важно обеспечить это публикация учебных материалов и методичек это не только для школы это и для вузов также важно управление электронным журналом создание раздела дистанционного обучения потому что многие школы оказывают такие услуги есть мы знаем что и платные курсы платные консультации есть школа которая обучает детей который по каким-то причинам состоянию здоровья не могут ходить школы обучаются на дому есть потребность консультации родителей и ведения блоков и формулов форумов у нас есть старая версия дневника и журнала где можно задать расписание уроков привязать к классам и кабинетам учителям скопировать по неделю отменить за занятия назначить разные смены выглядит она достаточно уже простенько и не все потребности покрывает мы много общались со школами при разработке нового сервиса новых прототипов и я щас немножко представлю этот продукт и расскажу про те планы и техническую реализацию которая нас ждет электронный журнал это модуль который позволяет задавать тему уроку домашние задания представления оценок управлять настройками также привязывать классом кабинетом сетка расписания журнал для классного руководителя контроль за учим заполнением журнала это все базовые функции они у нас и в старой версии есть но что важно что просили и что хотели получить наши клиенты один на пласт проблем который возникал в существующих системах это добавление новых типов оценок а когда бывает что оценка поставлена за домашнее задание но на дом было задано выучить правила сделать упражнение подготовить пересказ и понять за какой из этих трех заданий была поставлена оценка в конце четверти уже учитель не может а родители в конце четверти приходит спрашивает именно конкретно почему тройка за что и так далее разобраться сложно также бывают различные преподаватели которые вводят новые типы оценок проводят какие-то совместные там гвиной там совместные например кроссворды по группам еще какие то то есть нужно это как-то тоже отразить соответственно нужно добавить новый тип оценки система такой возможности не дает вот важно дать комментарий к оценке то есть ученик например мог получить хорошую оценку но он него не было учебника или он на плохо себя вел на уроке учитель может также обратить внимание это тут же уйдет к родителю и родитель посмотрит или примет соответствующие меры но отметка поведения смайли мы также планируем добавить и уведомление родителям чтобы мгновенно когда что-то происходит ученик получает оценку или какую-то записи родителей в мобильную версию мобильное приложение сразу получал уведомление был всегда в курсе что же происходит с его ребенком так бы это прототип электронного журнала мы старались также сделать компактное расписание компактный показ и компактную работу на одном экране что было меньше переходов в разные разделы то что мы встречали системы где что попасть журнал нужно нажать один пункт меню чтобы поставить оценки нужно идти в другую вкладку чтобы посмотреть что задавали нужно нажать на третью вкладку получается такое хождение туда-сюда это тоже не очень удобно и принципе даже сами учителя теряясь в этих кладках и говорили все время что они не могут вспомнить а куда же нужно нажать что посмотреть тот или иной вопрос а мы показываем всех учеников расписание у нас доступно как по датам как и так и просто в смысле не расписание журнал оценок как по датам так и по просто оценкам что посмотрите на лету среднюю температуру больницы то есть что с учеником какие оценки какая выходит средняя какая в итоге будет за год но без дата без цитализации а просто действительно такой быстрый экспресс контроль это тоже просили потому что есть разные ситуации когда действительно нужно посмотреть быстро когда-то нужно проанализировать все детально и понять что с этим учеником делать дальше как его спрашивать какие темы где у него проблемы на чем споткнулся и так далее и также успеваем из класса это уже рабочее место заучи где он видит по предметам он видит среднюю оценку он видит учеников он весь среднюю оценку по поведению и видит он группу смайликов которые нас окрашены красным цветом это те на кого стоит обратить внимание неплохо все ведут на уроках и что то с этим нужно сделать а также будет доступна фиксация присутствия и у классного руководителя будет доступ он также увидит как ученики посещают уроки хотя сейчас мы знаем что если ученики не посещают и даже налагаются штрафные санкции за учителей поэтому тоже с этим разделом не так все просто и большой стимул конечно для учителей чтобы ученики ходили на уроки что нужно учащимся ученикам им конечно нужен сервис где они могут посмотреть домашние задания оценки получить удаленный доступ заданием или учебным материалом смотреть свое расписание и посмотрите комментарии уроков и отметку о поведении чтобы родители тоже всегда были в курсе мы принципе не показываем бумажный вид дневника мы такой идеи отказались и мы используем именно тенденции и наработки современных подходов к разработке проектов интернет-проектов сайтов приложений поэтому мы видим привычный наверное онлайн календарь не так совсем он не такой как бумажный дневник и мы в карточке урока показываем характеристики по уроку то есть я выбираю например английский язык и вижу что есть оценки за что оценки поставлены был комментарий какие домашние задания урока то есть сразу все видно карточку закрыла могу посмотреть совершенно на любую дату и достаточно быстро и оперативно и также из журнала мы даем возможность тоже журнал оценок то есть та карточка у нас была из расписания а это журнал оценок и там тоже есть карточка урока и также я могу открыть посмотреть и так далее также у нас есть будет лист чек-лист это план задание тоже для более старших классов такое тоже просили что просто ученика мог себе поставить чек-бокс и что он выполнил с домашнего задания что нет тоже формирует ответственности полезным бонусом мы поскольку у нас раньше это решение было в составе сайта школы в середине года у нас выйдет новая версия журнала дневника но это будет немножко уже другой продукт мы подумали о том что разворачивать сайта особенно электронный журнал дневник поддерживать сервера настраивать все это достаточно сложно для учебных организаций и мы дадим такой модуль для сайта сервиса 34 я тоже пару слов про него чуть позже скажу это будет модуль с маркетплейса учитель или ученик будет авторизоваться на сайте и попадать уже сайта сервис где будет работать с данным журналом или дневнику поскольку в портале у нас портал это для различных организаций для создания единого рабочего пространства в портале есть веб-мессенджер это что-то типа скайпа можно общаться можно звонить друг другу обменяться сообщениями файлами есть живая лента где можно по группам обсуждать различные вопросы и это хороший коммуникационный блок сейчас проблема о как нам тоже сообщали и учителя и родители школ что спретили соцсети поскольку это действительно не безопасно и негде общаться то есть родители звонят друг другу или классный руководитель кому-то напишет позвонит родитель сообщит остальным но или действительно еще в соцсетях или там кому-то на почту кому-то забыли сообщить кому-то в вайбере кому-то в skype кому-то смс и получается целый зоопарк устройств непонятно кому куда и как писать и сам классный руководитель порой сидит и думает а кому и куда он ответил и он уже в итоге забывает кому и по какому вопросу он написал вот здесь как раз мы сможем предложить еще и готовую коммуникационную площадку и поскольку у нас решение сертифицированное то также этой безопасной коммуникации все в рамках одной среды то есть на портале будет присутствует только учителя родители ученики соответственно никаких внешних источников и внешних посетителей поскольку это сервис то не нужно ничего не потребуется ничего разворачивать и также соответствует законодательству а также у нас есть мобильное приложение битрикс24 и мы также планируем что мы свяжем электронный журнал с приложением и родители будут получать обувь уведомления при добавлении оценки при комментариев и также можно с мобильного приложения задавать вопросы учителю обсуждать какие-то проблемы также с помощью портала можно организовать дистанционное обучение когда можно создавать задачи по группам публиковать материалы ученик сделал учитель проверил все это дистанционно и также можно формировать этот процесс план выпуска середины 2016 года там у нас выйдет более полной информации о лицензионной политике сейчас у меня пока что к сожалению таких данных нет но думаю что будем рассматривать какие-то бюджетные варианты и возможно также мы может быть в будущем запланируем интеграцию выгрузку расписания на сайт но посмотрим насколько это действительно будет актуально нужно то есть пока вопрос обсуждаем и ну и про карту еще один сервис который мы много тоже говорили просто пару слов про модуль который тоже может служить хорошим дополнением к проекту поскольку сейчас у нас действительно все образовательные организации как я говорила по сути становятся такими образовательными холдингами модуль содержит в себе карту объекта в событии маршрутов можно организовывать неограниченную ложность категорий если уже сайт созданы есть раздел с данными то можно просто использовать карту как слой для показа уже существующих данных которые просто маяксом погружаем и шаблоны для мобильного устройства мобильного приложения и есть документированной аппе где мы подробно рассказываем про методы а также большинство настроек у нас вынесены просто в административную часть и любой контент менеджер не обладая специальными навыками программирования может легко и просто настроить внешний вид карты карта поддерживает яндекс карты и google maps и собственно вот так же про аппель и слайд я не буду читать здесь в принципе много написано но просто скажу то что действительно это удобно и мы немножко по над этом поработали резюмируя что же себя представляют новые версии сайты школы эта структура согласно требования руссобрана отзора версия для них с ограниченными физическими возможностями новый адаптивный шаблон дизайна интерактивная карта объектов то есть все сервисы которые нужны они будут я сейчас пока остановлю немножко рассказ про возможности платформы решения мы просто посмотрим готовые решения о том как они выглядят и живой то есть после мастера установки у нас доступен пошаговый мастер установки где мы задаем название института все что мы видим шапки до приемной комиссии телефон мы заполняем добавляем логотип и получаем выбираем составую схему нас их несколько и получаем готовое решение главная страница блок для различных целевых аудиторий можно какие-то баннеры которые что-то нужно прорекламировать или более обратить внимание посетителей информация об основных событиях новости и также в утре основной ссылки на основное меню чтобы также быстро легко найти смотрим раздел сведения образовательной организации учреждения на этот демо тест принципе здесь правильно назвать сведения в общей образовательной организации но на тесте мы поправим мы видим что есть информация об учредителях о месте нахождения руководство педагогический состав вот те самые поля про которые я говорила что нужно заполнить должность телефон почту сайт там преподаваемые дисциплины все это прописано методичках мы это все заполняем и автоматом у нас появляются теги сами мы уже про это не думаем лицензии ну и так далее то есть раздел который также можно показать например новости то есть это готовые шаблоны все разделы которые шаблоны можем посмотреть более подробную информацию раздел для абитуриентов специальности направления то что действительно интересно да можно выбрать какую-то специальность и например мы идем уже на саму специальность смотрим что необходимо с какой срок обучения какая форма обучения какое количество мест бюджетных и платных так далее то есть правила и условия приема то есть что и как какие программы есть так далее то есть тоже раздел можно формировать индивидуально мы сразу у нас всегда слева телефонной приемной комиссии на карте можно посмотреть все достаточно доступно все под рукой смотрим на студентов у нас пока что расписание в разработке на наскоро появится но есть допустим учебные материалы также можно фильтр настроить что-то найти допустим мы видим нашли методическую литературу антиритровали посмотрели нашли нужный файл скачали пошли дальше то есть не нужно тратить много времени на поиск но для выпускников у нас тоже есть допустим отзывы выпускников можно почитать посмотреть тоже краткая информация дата окончания текущее место работы то есть принципе все настроенные контакты если много филиалов то можно посмотреть их на карте допустим посмотреть информацию филиале ну и при необходимости уже пойти на детальную страничку филиала если нам нужна какая-то более детальная информация вот таким образом мы видим что это готово решение мы посмотрим версию для лица с ограниченными возможностями можем увеличивать шрифт менять менять цветовую схему этот схема все-таки черно-желтая она более контрастная мы это видим есть сине-голубая схема белая черная схема не всегда используется для тех лиц у которые есть ограничения по здоровью также она может быть использована в тех условиях когда просто плохое освещение плохой монитор и все настолько условия внешне сложные что действительно проще прочитать контрастную схему такое тоже может быть то есть она может и тогда быть полезно и переходим на основную версию сайта теперь я представлю прикинусь что я мобильное устройство немножко свернув щас окно браузера и мы посмотрим этот же сайт у нас все перестроилась мы видим что он и те же разделы и новости и события и основные блоки все у нас также доступные контрастная версия можем посмотреть раздел абитуриентом допустим специальности направления выбор с программу посмотреть про программу у нас срок обучения там была табличка здесь все вертикально но также все можно понять срок обучения форма обучения количество мест и так далее и по образу и подобие у нас создан сайт школы тоже самое главное страницам сайта близнецы можно сказать но немножко чуть-чуть по другому структура может быть организована баннерный блок можно посмотреть но здесь вот не совсем удачно ставили баннеры здесь как раз тоже стоит обратить внимание на тесте мы поправим но когда вы готовите изображение нужно тоже учесть и высоту баннера и подобрать так изображение чтобы но корректно и красиво разместилась и конечно помните о том что мы не грузим на сайт изображение веса 5 мегабайт который просто потом ваш сайт будет тормозить хотя у нас административной панели есть ограничения мы стараемся не дать пользователю сломать сайт неумелыми действиями но все-таки тоже обращаем внимание что нужно внимательно относиться к проекту и везде вроде мелочи но эти мелочи иногда могут существенно усложнить жизнь проекту также о школе раздел средние образовательные организации те же разделы руководство педагогический состав те же поля которые требуют и структуру органов управления платные образовательные услуги то есть файлы которые необходимо размещать материально-техническая оснащенность таблицы есть разные тоже и достаточно быстро можно этот раздел заменить документы например для для поступающих там список документов для поступления в первый класс школьную жизнь допустим фотогалерея у нас тоже готова и видео галерея можно сделать свои шаблоны более красиво оформить можно использовать готовую галерею в принципе тоже будет хорошим дополнением всегда хочется посмотреть фотографии мы все это любим фотографируемся и но на сайте уже все готово не нужно особо ничего разрабатывать и учебный материал информ кто использует кто нет и также версия для лиц с ограниченными возможностями увеличиваем шрифт мы видим что никакой перезагрузки страницы не происходит разные цветовые схемы можем отключить изображение и вернуться на обычную версию сайта также прикидываем все что мобильное устройство и мы видим те же пункты меню школьные жизни факультативы у нас обращаем внимание есть такая голубоватая плашка написана фраза демонстрационный контент это просто чтобы вы обратили внимание что вам нужно заменить на странице контент эту плашку потом тоже нужно удалить что мы встречали проекты которые уже опубликованы контент свой висит такая плашка что это демонстрационный контент и у клиента создастся впечатление что это какая-то демо версии сайта вот это же обращаем на это внимание хотя у нас и подсказки везде есть тем не менее возвращаемся дальше к нашей презентации и уже поговорим про возможности платформы кроме того мы поговорили про удобные интерфейсы про мобильные версии решения сервисы но как мы говорили в начале что чтобы все эти интерфейсы и сервисы хорошо работали мы должны подумать про производительность и про безопасность про это к сожалению иногда часто забывают вспоминают только когда все упало все сломалось там когда все мы начинаем сразу резко про все думать лучше проект все-таки планировать правильно грамотно заранее прописать все риски подумать какие будут нагрузки то что если действительно это какой-то региональный проект это большая посещаемость это одна архитектура проекта А если это маленькая школа, и там действительно посещаемость не так часто, или это какие-то курсы образовательные, и тоже там нечастая посещаемость, или наоборот, она может быть масштабная, то совсем другая архитектура. И это нужно знать до начала проекта, до начала, до того, как вы даже просто начали что-то программировать и разрабатывать. И также понимать, когда вы выбираете платформу, будет ли у вас какой-то модуль безопасности, а кто будет следить за безопасностью, тем более, что дневник, журнал, личные кабинеты, персональные данные, то есть тема такая очень хорошая, очень сложная. И как защитить свой проект, мы должны думать до начала работы. Что нужно обеспечить? Быстрая скорость загрузки, работа под высокими нагрузками, если это высоконагруженный проект, гиппискодок доработка, защита от вирусов в сети. Ну и бонусом также будет, если вы выбираете платформу, чтобы была техподдержка. В платформе один из битрикс есть технология композитный сайт, которая позволяет увеличить отлик сайта в 100 раз и таким образом обеспечить лучшее ранжирование в поисковой системе и повысить конверсию сайта. Как она устроена? Сайта сейчас чисто статических нет. Мы знаем, что много различных динамических контентов, динамических разделов на сайте, в которых часто меняется информация, обновляются данные. И поэтому условно мы делим сайт на статические области и динамические. Динамические мы размечаем специальной разметкой. Есть целые курсы у нас, как правильно разметить сайт. И таким образом пользователю мы отдаем HTML-страничку статическую, а динамический контент незаметно погружаем AJAX. Таким образом у нас всегда пользователь получит быстро страницу и сможет с ней работать. На скорость сайта можно не только обеспечить, ее можно и померить. Есть специальный сервис, который так и называется «Скорость сайта». И визуально мы видим, если скорость очень быстрая или быстрая, то все хорошо с проектом. Если не быстро, медленно, очень медленно, то плохо и надо что-то с этим делать. В сервисе есть рекомендации, на что стоит обратить внимание. Бывает, что просто очень много различных лишних файлов, например, CSS-стилей не объединили. Когда проект разрабатывается, много разработчиков, каждый создал большое количество стилей, потом забыли объединить, лишняя нагрузка на запросы и так далее. Могли просто быть какие-то некорректные разработки. Я сама когда-то работала в студии, и была проблема. То есть обратился другой клиент за аудитом сайта. В сайт после нескольких часов работы, как говорили, вырубался браузер. Просто проблема была в том, что в футере был зациклен скрипт, и постоянно генерировались логотипы партнерских компаний. Просто некачественный код привел к тому, что сайт переставал нормально работать. Также важно проверять скорость сайта не главной страницы. Это еще одна ошибка в проектах, когда нагрузочное тестирование главной страницы. Скорость сайта – главная страница. Сайт – это не просто главная страница. Главная страница не отвечает никак за другие страницы. У нас каждая страница сайта отвечает на определенную цель и для определенной группы людей. На одной странице пользователь смотрит расписание, на другой он авторизируется. На третьей странице он читает какую-то информацию, и поэтому самые ключевые страницы, самые посещаемые, самые продаваемые страницы мы должны проверять. Особенно страницы, которые связаны с форумами. Не важно, авторизация это, либо поиск, либо это вот каких-то данных. К ним более пристальное внимание. И не только, если особенно проект «Высокие нагрузки». Все сервисы, все формы, все, что интерактивное, все должно быть проверено, под тестами нагрузочными покрыто и проверена скорость сайта. Вот это тоже ошибка часто в техническом задании. К нам тоже приходят за консультацией клиенты, тестирование – главная страница, нагрузочный тест на главной странице. Такой пункт к хорошим результатам он точно не приведет, и вы не поймете, что с вашим сайтом. И безопасность. Еще одна тема, о которой тоже стоит думать заранее. Правильно подбирать хостинг. У нас на сайте тоже есть рекомендуемые компании, которые тоже следят за своими хостингами. И вообще есть такое хорошее правило – размещать свой сайт, чтобы он был на отдельном инстансе. Потому что у провайдеров часто действительно вешают миллион сайтов на один инстанс. И если заражат соседи, то ваш проект тоже окажется под угрозой. Конечно, это более дорогой хостинг, но тем не менее, это более высокая безопасность. А если проект какой-то очень масштабный, если сайт-визитка, может быть, не так страшно, его быстро можно куда-то перераспределить. А если это какой-то масштабный проект, то опять могут быть очень нехорошие ситуации. Поэтому тоже стоит об этом заранее подумать. У нас есть отдел безопасности в компании, который постоянно следит за угрозами, за увязвимостями. И мы постоянно совершенствуем модуль, который называется проактивная защита. Он включен в платформу и содержит различные технологии. Это антивирус, веб-антивирус, это защита от фишинга, это шифрование данных и другие технологии. И поэтому можно сказать, что платформа 1S-Bitrix надежно защищена. Но также стоит обращать внимание, когда вы сдаете проект, что все-таки вы проверяли на безопасность, потому что просто разработчики могут допустить какие-то ошибки, когда они вносят модификацию в код, модифицируют разделы, не соблюдают правила разработки с точки зрения безопасности, и тогда появляется угроза. Тоже про это стоит помнить. И мы понимаем, что эффективный сайт – это действительно очень много-много вопросов. И если есть готовые модули, и часть опросов берет на себя компания, часть опросов берет на себя платформа, то это тоже хороший способ быть более спокойными, но тем не менее смотреть и следить за всем надо. Еще одна возможность, которая полезна – это облачный бэкап, резервное копирование сайта. О нем тоже стоит подумать до момента запуска проекта, не когда все упадет. И мне рассказывали такой случай, когда был разработан сайт, достаточно с большой посещаемостью планировалось. И вот руководитель проекта представлял этот сайт в министерстве, но не было резервной среды, не было резервной копии, но еще не успели или забыли, даже непонятно по каким причинам. И был недоступен дата-центр в Европе, наблюдались проблемы в Ирландском дата-центре, и все. И вот на приеме у министра руководитель проекта не смог показать сайт, быстренько развернули какую-то сайт-визитку, где-то на каком-то быстром хостинге, но, к сожалению, боевой проект с большим функционалом, за полчаса не поднимешь. Такая не очень хорошая история. Но хороший урок был для клиента. После этого сделали даже резервную среду, синхронизацию, все как положено, но тем не менее. У нас в системе есть готовые опции – это все нажать одну кнопку, и быть спокойным, что есть бэкап, и быть спокойным, что если что-то случится, то хотя бы его можно развернуть. Но если это нагруженный проект, популярный проект, посещаемый проект, то просто должна быть, конечно же, развернута резервная среда, описана методика экстренных приключений, синхронизация и так далее. Это уже более сложная архитектура, но тем не менее про это стоит учесть. И система обновления. У нас она доступна. Административные части сайта, на что тоже хочу обратить внимание, что не надо устанавливать обновления на боевых проектах. Это тоже частая ошибка, которая просто рушит проекты. Бывает, что внесена кастомизация разработчиками. Поменяли шапку, поменяли дизайн, поменяли еще что-то. Накатываем обновления. Все эти, то, что мы делали, настройки могут сломаться. И потом начинается как же так, у нас все сломалось, ничего не работает. Как бы накатываем обновления только на бэкап, проверяем, что все работает. Даже если ничего не делали, бывает, что обновление системы, обновление модулей, какие-то мелкие ошибки, неточности. То есть все это тоже важно. Мы это все проверили, убедились, что все хорошо переключились. Проблем ни у кого нет, у клиентов проблем нет, у них всегда доступен сайт. И никаких негативных потом историй в интернете тоже не будет. Это тоже может влиять на посещаемость и так далее. То есть в платформе все есть для того, чтобы создать хороший интернет-проект. Мы поговорили про сайты для школ и вузов, рассуждали про эффективный сайт. И несколько слов хочу сказать про внутренний портал учебного заведения. У нас есть продукт Bittrex 24, я думаю, что многие про него слышали. У нас есть коробочная версия, которую можно многократно дорабатывать, создавать даже свои дизайны, свои разделы, модули к нему, приложения. А есть облачная версия. Чем они отличаются? Тем, что разворачивать ничего не надо в облако. Это сайт-сервис. Но там очень мало что можно поменять. Но все зависит опять-таки от проекта. Если никаких глобальных изменений не нужны, просто нужно быстро запуститься, быстро использовать, то подойдет вариант облачного сервиса. Если все-таки нужны какие-то личные кабинеты студента, интеграция с учетными системами, то здесь уже, конечно, больше подойдет коробка, потому что у нее больше возможностей для доработки. Какие вопросы решает портальное решение? Какие проблемы есть у образовательной организации? Часто бывает, что проблема найти контакты. Нет единой базы данных, нет какого-то единого хранилища, где можно быстро найти контакты всех сотрудников, найти нужные документы, оперативно организовать встречу, даже если кто-то не может присутствовать из участников встречи. Ну и возникают сложности с поиском. В сервисе BITREX24 есть большое количество сервисов, которые помогают решить эти проблемы. Есть календари, где можно планировать совещания. Есть живая лента, где можно обсуждать по группам те или иные вопросы, даже неважно, где находится сотрудник. Он в офисе, он дома или в поездке. Есть модуль задач, где можно следить за поручениями, ставить задачи, контролировать, учитывать время. Есть CRM и есть также бизнес-процессы, заявления на отпуск, на командировку, подтверждение счетов и так далее. Все это можно оформить. Не нужно бегать по разным кабинетам, а бывает, что у института еще разные филиалы. Бухгалтер сидит в одном корпусе, юрист в другом, исполнитель, кому нужно оплатить счет в третьем, начинает за всеми бегать. Одного нет на месте, второй ушел на обед, и начинается лишний трат времени, неэффективное использование ресурсов. И, конечно, это тоже все нужно лучше. Сейчас действительно технологии нам очень помогают и облегчают жизнь. Управление документами. Единая база документов. Добавляется новый сотрудник, он в поиске вводит нужные документы, он получает регламенты, он понимает, как работает организация, что ему нужно вокруг его обязанностей. Можно совместно работать над документами, их обсуждать, редактировать. И есть Bittrex 24 диск, это облачное хранилище. Документы никуда не проводят, не нужно бегать с собой с ноутбуками, со съемными внешними дисками, на которых хранятся все документы. Если диск разрушился, все пропало, катастрофа, нужно бежать в специальный сервис, где спецоборудование, может быть, повезет, файлы восстановят. Так все в облаке и всегда доступно. С помощью календарей, как я уже говорила, можно спланировать рабочее время, напоминать о предстоящих событиях, и все это доступно с мобильных устройств. И вот мессенджер, наш аналог скайпа, который позволяет осуждать звонки, видеозвонки, обмениваться файлами в живой ленте. Мессенджер поддерживает протокол VipRTC. Пока что доступен видеочат из четырех участников, но в этом направлении мы работаем и надеемся, что эти ограничения со временем снимутся. Звонить можно прямо с порталом, и это тоже удобно, то есть сервис все под рукой. Управлять задачами, можно поставить сроки по задачам, смотреть за статусом. Если задача просрочена, то появляется счетчик такой красный с циферками, это сколько просроченных задач, то есть сколько задач, на которые следует обратить внимание, навести порядок. Также можно по сотрудникам смотреть, какая у них успеваемость по задачам. Может быть есть сотрудники, которые не следят за сроками, не успевают при задаче. И какие-то нужно произвести действия с этими сотрудниками, задачами. Отчеты руководителя, планирование рабочего дня. И все это доступно в мобильном портале, живая лента, управление задачами, диски, пуш-уведомления. Приложение поддерживает у нас две платформы, iOS и Android. И доступно, соответственно, в сторах и Google Play. Расскажу про пример внедрения внутреннего портала образовательной организации в Московской финансовой и юридической академии. Теперь это юридический университет, у которого более 50 филиалов, 60 тысяч студентов, более 3 тысяч преподавателей. Мы видим, что они сделали свой дизайн и сделали такой студенческий портал, личный кабинет студента с расписанием, с успеваемостью. И можно посмотреть форму контроля той или иной дисциплины и оценки. А также, если есть долги по оплате, то студент в личном кабинете получает всю информацию, какие у него долги по успеваемости, по оплате, куда надо идти и так далее. То есть это удобно. Также портал дает и... Основные возможности это и блоги пользователей, группы кафедр, корпусов, группы между студентами. Как я уже говорила, оперативная информация на рабочем столе очень удобна. И также есть система оценки преподавателей, рейтинги, когда студенты оценивают, на это обращают руководство, опросные листы. Также это важно, это обратная связь с студентами. Но и подводя итог знакомства со всеми решениями, один из битрикс, какие преимущества у готовых решений. Это комплексные готовые решения, то есть они охватывают разные целевые группы. Это соответствие законодательности, это высокая безопасность и быстрый срок внедрения. То есть если перед вами стоит задача создать эффективный проект, но есть ограничения по бюджетам, есть ограничения по срокам, то вы можете использовать готовые решения. Если у вас там что-то очень уникальное, есть хороший бюджет, то есть здесь можно разрабатывать с нуля, а можно использовать готовые решения, как структуру, если она подходит, и просто поменять дизайн. Это тоже может позволить сократить затраты и сократить сроки. Теперь немного про лицензионную политику. На сайте у нас, поскольку сайт школы у нас в прошлом году для него произошли изменения, он стал доступен только как модуль в маркетплейсе, но это мы сделали, потому что просили клиента, когда переход с базовой версии на расширение, у нас было всего две редакции платформы, это старт и эксперт. То есть сайт школы можно было сделать только на этих двух редакциях. У нас существуют еще другие редакции, кому-то нужна была оплата за учебу, это уже редакция бизнеса, в принципе невозможно было развернуть там готовое решение, потому что было ограничение такой лицензии. Поэтому мы просто ушли от этой схемы, модуль доступен в маркетплейсе, а платформу вы выбираете ту, которая вам необходима под ваши конкретные задачи. Есть бесплатная промо-версия на 30 дней и демо-версия модуля. Какие еще, я покажу тоже, также где в маркетплейсе найти, где найти решение, как что и как выбрать. У нас в марте произойдет повышение цен. Соответственно, повысится цена на все решения, повысится сайт школы. С сайт школы у нас, поскольку те решения, которые находятся в маркетплейсе, у нас лицензия стала составной. Это платформа, один из битрикс управления сайтом, версия от старта до эксперта, до бизнеса, и соответственно модуль. То есть две лицензии, и цена у нас, я даю уже составную цену по совокупности этих двух решений. В сайт школы цены на модуль мы не меняем, а вот на платформу будет повышение. Внутренний портал учебного заведения также повышается. Еще важные изменения. У нас раньше было в внутреннем портале образовательной организации неограниченное количество пользователей. В прошлом году это снято было, и теперь у нас есть только расширение на тысячу пользователей. Соответственно, цены перед вами, я не буду их перечислять. Пока что еще есть время, можно, если кому-то требуется, это решение можно приобрести по старым ценам. И также обращаю внимание, что для образовательных организаций у нас действует скидка 15% на платформу 1S Bittrex. За скидки нужно обратиться в отдел продаж, то есть когда вы сформировали счет, его не нужно сразу оплачивать, вы обращаетесь с номером счета в отдел продаж, я тоже покажу контакты, где найти, и вам в счете, то есть в вашем заказе будет изменена цена и применена скидка или выписан купон на скидку 15%. То есть это тоже стоит учитывать. Информация у нас про это есть, и обращаю на это внимание. Техническую поддержку мы оказываем по тикетам, по обращениям. Если нужна какая-то более поддержка прямо в онлайне, очень срочно, быстро и скорость реакции, то можно обратиться к нашим партнерам, и они такую поддержку оказывают. Решения у нас все гибкие, то есть можно модифицировать все что угодно, дорабатывать различные модули, гибкий код, есть документация. Мы сами не внедряем решения, внедряют наши партнеры, и если у вас нет специалистов, которые способны поддерживать или разрабатывать, можете сказать разработку наших партнеров на сайте у нас большая партнерская сеть. Также есть сервис Marketplace, где находятся и наши решения, и решения наших партнеров. Например, калькулятор, там расчет стоимости или какой-то модуль документа оборота может быть хорошим дополнением к вашему проекту и решать те или иные задачи. Также у нас есть онлайн-курсы учебные для пользователей, как для контент-менеджеров, так и для системных администраторов. Если вы планируете повысить квалификацию своих сотрудников, то мы будем рады видеть вас на наших курсах. Есть онлайн-курсы бесплатные, есть платные, разные уровни, разные уровни сертификации, сложности, и более подробную информацию можно найти на нашем сайте. Также мы рекомендуем, когда вы заказываете разработку, спрашивать сертификаты специалистов и ваших подрядчиков, и сдавать проекты по монитору качества. Я в рассылке пришлю тоже ссылку. Просто есть понятие эффективного сайта, про что мы с вами говорили, удобный сервис и безопасность законодательства, доступность любых устройств, а еще понятие хорошей разработки, качественного кода. И желательно сдавать проект по сервису монитор качества, который как раз проверяет проект и показывает, если есть проблемы на стороне кода, хостинга и так далее. И также есть требования к разработке проекта. И желательно, когда вы заказываете проект, тоже знать эти требования, чтобы действительно не попасть в просаг, не попасть к каким-то не совсем порядочным разработчикам. Мы стараемся также следить за этими вопросами, и поэтому у нас немножко даже с августа ужесточаются требования по сертификации. Таким образом, мы можем тоже помочь и вам. Давайте теперь посмотрим, есть ли у нас вопросы. Так, что вы предназначаете по интерактивным расписаниям? Какая, на ваш взгляд, интерактивность обязательна для расписания на сайте? Вопрос от Ирины Сотниковой. Но, Ирин, что важно? Я сейчас еще раз вернусь к слайду. Важно обеспечить фильтрацию. Так, сейчас мы найдем слайд с расписанием. Важно обеспечить фильтрацию по преподавателям и по группам. То есть, что важно студенту? В расписании что он смотрит? Первый, он должен понять, во-первых, у нас расписание бьется на четные и нечетные недели. Студент не должен держать у себя в голове, какая сейчас идет неделя. Мы должны сразу дать на страничке расписание, что сегодня такой-то день, столько-то времени, такая-то неделя. Вот мы видим это на плашке. Нечетная неделя, идет такая-то пара. Столько-то дней осталось до сессии. Все, он не будет думать, какая неделя. Дальше мы даем расписание занятий. Есть временная шкала, есть даты, четкое понимание. Пишем день недели просто для подсказки, но кто-то больше на это реагирует. Мы пишем название предмета, пишем обязательно номер аудитории, пишем, что это лекция, семинар, лабораторная. И вверху мы видим фильтр по преподавателю или по группе. Это важно, потому что кто-то будет искать свою группу, и это более частый сценарий. Но когда ближе к сессии, мы начинаем искать преподавателей, чтобы задавать какие-то свои долги, самостоятельный контроль по работам, лабораторки. И вот это важно, просто чтобы на лету оно подстраивалось, так же, чтобы оно было адаптировано под мобильное устройство. Ну и желательно, если будет потом у вас и расписание сессий, тоже расписание консультаций. То есть все, образовательный процесс закончен, закончен, началась сессия. Не нужно держать на сайте прошлогоднее расписание или расписание прошлого семестра, или расписание нового семестра, который еще не начался. Лучше повесить расписание консультаций, когда что, где когда, чтобы быстро можно было это найти. Так, смотрим еще вопросы. Так, ну вот тут был вопрос, где найти настройки звука. Я надеюсь, что этот вопрос решился, но если не решился, то тогда вебинар будет доступен в записи. Фильтр по группам будет разрабатываться? Да, будет. Так, приведение электронного журнала на сайте автоматически накладывает или нет обязательства на хостинге, должно ли само решение сайт школы быть сертифицированным по стек. У нас готовые решения сертифицированы, а с хостингом мы уже за хостинг не отвечаем. Это не наша зона ответственности, но все-таки стоит, я думаю, что обратиться к хостеру с этими вопросами, потому что 152 ФСЗ, он такой коварный закон, и там у разных участников проекта разные зоны ответственности. То есть мы, как разработчик платформы, должны обеспечивать технологии, которые позволяют защищать персональные данные. У нас есть там шифрование, есть факторная авторитетия, реализация, по токенам и так далее. А вот уже когда клиент разворачивает сайт на хостинге, он тогда уже сам должен подумать про безопасность, убедиться, что действительно это безопасный хостинг, и он соответствует требованиям законодательства. То есть здесь вот такая двойная логика и разные группы ответственности. Так, вопрос про журналы. В ячейке одного урока можно ли будет добавить двух учителей с двумя предметами? У нас некоторые классы делятся на две или три группы. В старой весе журнала не получается. Да, совершенно верно, мы это учли, у нас будет разбивка по группам, такая возможность будет. И по сменам будет возможность ввести расписание, и по группам. Вопрос про печатную версию журнала. Позволит ли решение печатать на основе введенных данных журнал, печатать бумажную версию журнала? Мы как раз думали, да, в планной работе у нас состоит, чтобы можно было распечатать, потому что мы знаем о том, что это пока что требует. В принципе, это у нас веб-решение, то есть там обработать, добавить стиль и прописать, чтобы оно печаталось, вывести документ на печать. То есть здесь проблем особых нет. Если в старой версии вы ее используете, там такого нет, то просто нужно обратиться к разработчикам, и они просто создадут такую страничку. Это не очень долгая работа. Там нужно просто правильно прописать стили для оформления печатной страницы для печати. Вопрос, как реализовано дистанционное обучение в новых вузах, это сейчас актуально. Но у нас есть Битрикс24, наш сервис. Вы можете там использовать удаленные задачи. Вы можете использовать наши группы «Живую ленту» для комментариев, обсуждений. И также вы можете использовать видео-мессенджер для обучающего урока, если он один на один происходит, и преподаватель консультирует студента. То есть это можно организовать, как рабочие группы, самим настроить, просто задать группу, добавить туда участников. Студенты будут находиться в зоне экстронета и взаимодействовать с преподавателем. В группах вы также ограничите права доступа. В группах можно по документам, по заданиям, по участникам. То есть просто нужно определенные настройки настроить. Ну, можете обратиться ко мне на почту, я контакты сейчас покажу. И просто мы рекомендуем партнера, кто внедряет решение. И я думаю, что они смогут подсказать, как это обеспечить. Может быть, потребуются какие-то еще доработки или интеграции. Тут уже будет все зависеть от проекта. Но реализовать, я думаю, что такое можно. Так, на вопрос были, будет ли доступна запись вебинара, презентация, да, будут. Так, ну, что такое дополнительные тысячи пользователей, для чего эта цена? Дополнительные пользователи нужны, то есть когда у нас большое количество сотрудников, то есть это не зона экстранета, где у нас студенты, их неограниченное количество, а это большое количество сотрудников в портале. И тогда у нас просто так изменилась лицензионная политика, что мы сертифицируем портальные решения на определенное количество пользователей. Остальные пользователи у нас докупаются. Если сотрудников достаточно, то есть это не всем нужно организациям, просто зависит от очень крупных организаций. Я правильно понимаю, что ЧПУ в спецраздел нужно будет формировать самостоятельно или будет произведена доработка решений. Вопрос от Виктории. Да, вы правильно понимаете, я еще раз повторюсь, мы не можем, вот у нас есть уже клиенты, которые использовали наше решение, мы выпустили в Викторе обновление, и если бы мы им автоматически поменяли УРУИ на ЧПУ, те, которые прописаны в методичках, то автоматом проекты наших клиентов вылетели из поискового индекса. Сайты стали бы невидимыми для студентов, для учащихся. Такого мы сделать не можем, потому что нужно прописывать 301-й редирект. То есть, да, есть такой файлик, в корневом каталоге сайта находится робот.txt, если кто знаком с веб-технологией, то понимаете, про что речь, если не знаком, просто скажите своим специалистам, что нам нужно корректно поменять адреса страницы и обязательно прописать 301-й редирект. Я думаю, что они это поймут. Встречались на моей практике проекты, тогда это, правда, был проект клиентский с интернет-магазином, когда просто клиент решил сам, у него там какой-то товар закончился, и он решил быстренько просто закрыть эту страницу. Он взял ее и удалил. А это была какая-то очень продвигаемая страница, посадочная страница. И в итоге все, из индекса мы потеряли трафик. Ну, в общем, так точно делать нельзя. Поэтому, к сожалению, если бы это возможно было автоматом, все файлы там поменять, все так, чтобы хорошо было для поисковиков, мы бы это сделали. Но, к сожалению, здесь есть такие технические сложности. Мы можем готовы проконсультировать, как и где что променять. Сколько будет стоить коробочные версии для ВУЗа? Цены я показала. Я сейчас также покажу в конце наш сайт, где что можно посмотреть. Какова технология реализации версии для слабовидящих? CSS плюс JS. Вопрос от Виктории. Да, все верно. Только CSS, только JS. То есть никаких дополнительных шаблонов с перезагрузкой. Вопрос был про метатеги. Евгений, спасибо, что помогли ответить. Правильно ли я понимаю, что метатеги прописывать не надо? У каждой страницы они будут автоматически прописываться. В частности, описание страницы. Вопрос от Натальи. Да, все верно. Теги у нас заняты в шаблонных компонентах. Единственное, что мы сейчас обнаружили с тегами, что у Рособранадзора есть некоторые разногласия. На сайте Рособранадзора и в методических оказаниях для некоторых разделов есть отличия по тегам. Мы сейчас этот вопрос тоже прорабатываем, потому что нам важно, чтобы были правильные теги прописаны. Если какая-то информация у вас есть, если вы общаетесь с Рособранадзором или с какими-то другими контролирующими организациями, и вы сможете получить такой ответ на вопрос, мы благодарны, если вам тоже поможете разобраться. Поскольку заменить нам несложно будут теги, но либо тогда Рособранадзор выпускает какое-то постановление, которое будет корректировать, то есть, чтобы понять, где все-таки истинные теги. Как быть уже готовыми шаблонами? Если шаблоны кастомизированы, то вам, наверное, придется самостоятельно эти теги добавлять. Если вы использовали наши готовые шаблоны, то просто нужно будет перезапустить мастер, обновить решение. Если вы не понимаете, как добавить теги, то мы также готовы оказать консультацию, и подсказать просто, что и как. Это совершенно не сложная работа, но потребуется, конечно, здесь фронтенд-разработчик, который понимает, куда эти теги в коде нужно прописывать. Так, вопрос был. Я из частной московской школы, журнал у нас обязательно бесплатный. На портале московского образования. Как привязать его к вашему сайту школы, если мы на него перейдем? Ну, вот вопрос был. Подключить через iFrame страницу журнала, либо сделать ссылку на сайте на этот журнал. То есть, пока что, наверное, так. То есть, вы авторизуетесь на сайте школы, а попадаете уже... То есть, по ссылке вы переходите, попадаете в свой сервис. В дальнейшем, если с новым сервисом нужна будет какая-то интеграция, обмен данными, настраивать... Ну, то есть, такие схемы существуют, это можно реализовать. И мы знаем, что у нас, например, московские школы сейчас используют МРКО, но раньше некоторые школы использовали ЛЖУР, они к нему привыкли и делают сейчас выгрузку из ЛЖУР и МРКО. Ну, то есть, поддерживают два дневника, в одном были там интерфейсы нравятся, в другом еще не привыкли. То есть, такие тоже... То есть, существует механизм выгрузки, обмена данных, это все реализуемо. Какие сервисы есть для поддержки ДОТ в ВУЗе, если готовы решения для ВУЗов и личных кабинетов студентов и преподавателей? Ну, такие вот учетные системы есть у компании 1С, там личные кабинеты, и можно, наверное, их тоже подружить с сайтом, либо с порталом. Сейчас общая тенденция, когда у нас разные поставщики различных сервисов, и наступает такое время, когда мы начинаем друг с другом интегрироваться. Вот, наверное, вопрос тоже из этой области. Вопрос от Натальи. Можно ли сначала сделать образовательный сайт, а потом подключить Bittrex24 для лицензионного обучения? Да, конечно, можно. Причем, можете Bittrex24 для 12 пользователей у нас бесплатно, и вы можете попробовать просто пока познакомиться, то есть, для этого ничего платить не надо, и спокойно развернуть сайт, а потом просто настроить, тоже разместить ссылки, может быть, авторизацию сделать сквозную. Вопрос от Виктории. Возможно ли будет выгрузить профессорско-преподавательский состав из Active Directory в раздел образовательной организации? Ну, в принципе, у нас, наверное, настройки выгрузки сделать можно, я думаю, что... Но это до доработки. То есть, само решение у нас пока что не предусмотрено, прям экспорт из разных систем. Нам тоже обращались клиенты, у которых 1С установлен на учетную систему, и они тоже говорят, нам бы быстро выгрузить, но пока у нас такого прям-то обмена нет. Как вы оцените связку с сайтом образовательной организации плюс портал учебного заведения «Коробочная версия»? Вопрос от Виктории. В принципе, если вы готовы поддерживать это, то есть у вас есть специалисты, которые смогут это развернуть, установить, то, в принципе, я не вижу, что эта идея какая-то неправильная. Коробочная версия внутреннего портала позволит вам дать гибкость к доработкам. То есть вы сможете в личный кабинет сделать интеграцию, сделать здесь больше, наверное, возможностей будет. Единственное, только это нужно поддерживать, следить за правильными хостингами, нагрузками, безопасностью и правильно вносить доработки. То есть обратить внимание, как я уже говорила, на разработчиков, на безопасность, нагрузки, все проверять, тестировать. И никаких проблем не будет. Так, экстронет, это отдельный модуль, он включается или включен в модуль сайта. Экстронет у нас находится в портале, это не отдельный модуль, это просто зона. У нас пользователи, то есть есть разделы, это структура организации, CRM клиентская, какие-то файлы по организации, приказы и так далее. То есть их видят только сотрудники, преподаватели института, а есть студенты, им эта информация не нужна, это традиционная информация, поэтому они находятся в особой группе, у которой есть ограничение прав к определенным разделам. То есть все те же возможности, но они не видят структуру института именно с точки зрения финансовых каких-то вопросов, они не видят различные приказы, которые внутри института выпускаются, например, что давайте там обсудим какой-то приказ, что нужно подготовить таких-то студентов к отчислению, давайте пообсуждаем, будем их отчислять или нет. То есть это все внутренние процессы, их как студенты не должны никогда в жизни видеть. Поэтому эта зона с ограниченными правами, причем тем более у нас сейчас немножко меняется самоконцепция B324 и фактически просто не будет видно нужных разделов. Раньше у нас четко было написано экстронет-зона и доступные разделы, сейчас никаких надписей таких прям глобальных, просто не будет некоторых разделов, а по внешнему виду ничем не будет отличаться от зоны интернета. Олег Смагин спрашивает, как получить представление о модуле? Это весьма специфическая вещь, скриншоты никакого представления не дают. Если речь про модуле расписания, то, наверное, вы сможете с ним познакомиться, когда у нас будет доступна уже рабочая версия. Если вы хотите принять участие в тестировании, то напишите мне на почту, когда у нас будет готова, допустим, тестовая версия, мы вас можем пригласить, и вы чуть раньше сможете познакомиться. Ну и также всех коллег я приглашаю, кто хочет принимать участие в тестировании, это будет где-то уже летом, то можете поучаствовать. Вопрос также от Виктории про интеграцию, как вносится расписание в сайт учебного заведения, данные вручную. Возможно ли интеграция с внутренней системой вызов, в частности, с 1С университет проф? Ну, пока что нет такой интеграции, но у нас открытый код, также есть и API у 1С, то есть это можно сделать как доработку. Но это вполне разумный сценарий, разумная доработка. Так, вопрос от Натальи. Я извиняюсь за такое большое количество вопросов, ничего страшного, это даже очень хорошо. 12 пользователей – это 12 преподавателей с личными кабинетами. Правильно. Я говорила про 12 пользователей в облачной версии, то есть в облачной версии у нас ограничения, на текущий момент есть. Это, да, именно зона Интранет, то есть для преподавателей. С 2016 года будет ограничено количество бесплатных пользователей в портале учебного заведения. Здесь имелось в виду, уже на слайдах у меня были цены про коробочную версию, у нас немножко отличаются тарифы, и немножко, наверное, сразу это сложно воспринять. Может быть, еще раз я тоже покажу раздел на сайте, где с этим можно подробнее познакомиться. А в коробочной версии у нас, в принципе, нету просто такого понятия «бесплатный пользователь». У нас есть коробочная версия на 25 пользователей, и остальное количество пользователей мы докупаем. То есть таким образом организована ценовая политика. Так, вопрос от Натальи. Если нетрудно, резюмируйте, пожалуйста, если нужно дистанционное обучение. Самый экономичный вариант в его реализации – это какой вариант вашего продукта? Я думаю, что это Bitrix24 и облачная версия. Но, опять-таки, нужно поговорить с партнерами, это просто с чего можно стартовать. Может быть, потом вы поймете, что вам нужно перейти на коробку и какие-то очень большие доработки делать по интерфейсу. Но пока что я бы, наверное, рекомендовала просто для старта начать с облачной версии. Вы можете, опять-таки, познакомиться, бесплатно в нашем сервисе зарегистрироваться. И если у вас есть, кто занимается нашим проектом, хорошо, если нужна консультация партнеров, то вы можете написать мне на почту, то есть мы подберем партнера, рекомендуем, кто знаком с продуктом, кто… у нас есть компетенция по образовательным решениям, и также можно на нашем сайте. Итак, мы теперь посмотрим, что у нас есть на сайте. Есть раздел «Решения для образования». информация про сайт «Школа». То есть есть вебинары, которые у нас, презентации, презентации тоже обновим. Есть сайт «Учебное заведение», информация о решении, возможности, лицензии, цены. И у нас есть такой баннерочек, что у нас идет изменение цен с 1 марта и цены на лицензии. Как раз платформа, один из битрехсуправлений сайтом, на коробочную версию битрехс24, на облачную версию, и наши отраслевые решения. Вот для образования мы тоже видим, как повысятся цены. Еще раз напоминаю, что у нас действует 15-процентная скидка для образовательных организаций на платформу, то есть управление сайтом и битрехсуправлений сайта. Общие вопросы приобретения и лицензирования продуктов как раз на Sales 1 из битрехсру можно задавать опросы и скидка на продукты для образовательных учреждений. У нас есть раздел «Маркетплейси» про у нас сайт школы, есть онлайн-демо, то есть тот сайт, который мы сейчас с вами видели. Есть установка, есть руководство по установке и по запуску модуля школьного расписания, это старая версия. И также сайт учебного заведения, тоже онлайн-демо, можно попробовать 30 дней, то есть вы вводите свой адрес, и добавляется модуль. И здесь также есть установка, есть документация, мы опубликовали, то есть у нас на все решения есть документация, мы стараемся за ней следить, своевременно обновлять, и таким образом можно тоже посмотреть, что и где. И теперь по битрехс24 у нас есть корпоративный портал, продукт. Здесь есть различные тоже презентации, и есть редакции различные, облачные версии, и преимущества коробочной версии, тоже больше возможностей, об этом мы всегда говорим. То есть можно посмотреть. И есть наш сервис, битрехс24, наш сайт, собственно, здесь вы тоже более подробно можете посмотреть про продукт, здесь есть про разные модули, есть про цены, есть также модуль marketplace, приложение для битрехс24, может быть, они тоже могут быть, интеграции, какие-то разные, различные модули, которые тоже могут служить полезным дополнением к проекту. Есть партнеры, которые внедряют, для партнеров раздел. Так, ну, есть вопросы про поддержку и про возможности тоже. То есть задачи проекта, чаты, видеозвонки, документы. Ну, и начать бесплатно, вы регистрируетесь, знакомитесь со всеми сервисами, а дальше уже принимаете решение, оставитесь вы в облике, или все-таки лучше коробочная версия. Marketplace у нас также наш, marketplace для сайтов, и здесь различные, то есть есть, например, уже готовые там сайты для образования, здесь вот наше решение, есть решение наших партнеров, а есть какие-то просто модули, мы видим, что там, ну, допустим, SEO-умного фильтра, это для интернет-магазина, но, может быть, также есть какие-то модули, которые могут быть полезны именно для образовательных сайтов. Ну, наверное, в принципе, я все, что могла, рассказала. Если какие-то есть вопросы, то будем рады ответить на них. Я еще раз благодарю вас за внимание к нашим продуктам. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся на новых вебинарах, надеюсь. И если у вас какие-то есть еще вопросы, пишите. Если какие-то вопросы вдруг я пропустила, не ответила, то мы обязательно пришлем ответ на почту. Спасибо Евгению за помощь, ответы на вопросы. И я желаю вам успешных проектов, успешного развития проектов и достижения всех целей, всех бизнес-целей, которые вы перед собой ставите. С вами была Ниодежда Шикина, менеджер про развитие, то есть, их решение компании 1С Митрикс. На вопросы отвечал, помогал отвечать Евгений Мамаев, ведущий разработчик компании «Медиасервис». До свидания.